В рамках подготовки проекта «История города» в названии улиц сотрудники историко-культурного центра изучили множество воспоминаний коллег и родных Павла Федоровича Гаевского, директора МКГЗ. В выпускник Днепропетровского химико-технологического института к окончанию войны, успевший поработать на многих предприятиях страны, Павел Федорович был назначен на должность в 1950 году. А в 1951-м Москокса выпустил свою первую продукцию и в дальнейшем регулярно выполнял производственные планы. Но Павел Федорович заботился не только о показателях. Его современники отмечали, что строгость и ответственность руководителя сочетались в нем с заботой и добрым отношением к каждому сотруднику своего предприятия. Когда в обеденное время он проходил по территории коксогазового завода, ему навстречу шел рабочий. Ну, они остановились, он спросил, как дела. Он говорит, вот, Павел Федорович, мне выделили квартиру, я никак не могу оформить, не подписаны у меня документы. К вам попасть, говорит, очень трудно записаться. А, говорю, что же заместители вам не могут подписать? Да нет, говорит. Так, документы с собой? Да, со мной. Поворачивайся. Он положил документы ему на спину и рощерком поставил свою подпись. При нем были построены детский пионерский лагерь имени Вали Котика, больничный комплекс, поликлиника, а также стадион «Металлург», где тренировались хоккейная, футбольная и мотобольная команды из числа работников завода. К тому же, во многом, благодаря стараниям Павла Федоровича, началось превращение обыкновенного рабочего поселка в ленингдарный город-сад. Он любил произносить фразу не один раз. Если делать, то делать добротно, чтобы самому было приятно, и другие радовались. Это был девиз его жизни. Павел Федорович Гаевский отдал заводу 30 лет своей жизни. Работал в выходные, праздники. Долго не соглашался на переезд из квартиры в двухэтажном доме на временном поселке в новую, на улице Крайней. Чтобы не терять возможности, в любое время заглянуть в цеха и поработать с документами. На пенсию он так и не вышел, хоть в последнее время тяжело болел. Когда Павла Федоровича госпитализировали, он уже не мог говорить. Пришел к нему его сын Вячеслав с женой. Он глазами, знаками показал, чтобы дали ему ручку и лист бумаги, на котором неуправляемыми уже пальцами написал все людям, а глазами показал на здание, перед ним которые были дома, поликлиника, будущий роддом. Сейчас многие жители, к сожалению, затрудняются ответить, кто такой Павел Гаевский. А вот старожилы бережно хранят в памяти воспоминания о нем. А знаете, что в Винном есть улица имени Гаевского? Да, да, да. Павла Федоровича, а кто знает, кто он вообще? Не знаю. Нет. Нет, я точно не знаю, я тут живу месяц. У меня вот дедушка был, замдиректора завода Кокса Газова. Дедушка рассказывала о самом Гаевском? Вот какой он был как человек. Да, замечательный человек, замечательный. Очень добрый, порядочный. Он приходил даже, когда дедушка умер на похороны, уже будучи пожилым, и болел он тогда. Еще при жизни Павлу Федоровичу присвоили звание Героя социалистического труда. А в 1980 году улицу Крайню, где в последнее время он жил, переименовали в улицу Гаевского. Что вы помнили? Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.